Друзья мои, всем привет! С вами Экер Механик. Практически во всех сегодня современных автомобилях есть такой агрегат, который позволяет вам создавать комфортную среду и температуру в своем автомобиле, как конденционер или климат-контроль. Но сегодня я хочу коснуться нескольких ошибок, которые допускают автовладельцы при использовании и обслуживании данной системы. Несколько из них касаются напрямую вашего здоровья, именно здоровья, а другие касаются ошибок при обслуживании, то есть такие как вещи, как, например, заправка кондиционера, замена каких-то агрегатов и так далее. Я с этим всем сталкивался, когда работал на сервисной станции, что касается механической части, а о вещах, которые вы делаете, не соблюдая даже, можно сказать, инструкцию, которая написана в вашем буклете по эксплуатации для автомобиля. Просто если внимательно почитать, вы поймете, что некоторые моменты нужно обязательно соблюдать. Сегодня речь об этом. Погода хорошая, жарко, но нужно, чтобы в автомобиле было комфортно и безопасно. Погнали! Итак, друзья, первый момент, который все допускают, в большинстве своем, я, кстати, рассказывал это в своем одном видео, которое набрало миллион с лишним просмотров, когда вы садитесь в автомобиль, естественно, в автомобиле жарко, когда вы только начинаете движение, и вы пытаетесь сразу же включить кондиционер, сделать обороты побольше, температуру поменьше, вот, чем наносите реальный вред своему здоровью. Самое первое, друзья, при только горячем автомобиле сразу же откройте окна в автомобиле и проедьте хотя бы пару километров с открытыми окнами. Так у вас уйдет все вредные вещества, которые скопились в автомобиле при нагреве. Плюс из кондиционера выйдут все вредные вещества, которые там скопились, когда кондиционер остановился. Это раз. Второй момент, который нужно сделать, когда вы используете кондиционер. В первую очередь, всегда ставьте температуру кондиционера, старайтесь, такую же, как окружающая среда. Понятно, что если на улице плюс 30 градусов, то 30 градусов вы не поставите. На какую температуру нужно ставить? Температуру охлаждения это 22-23 градуса. Объясню почему. Во-первых, так создается комфортная среда. Это раз. Вы не заболеете различными ангинами и так далее. Ну и самое главное, вы будете этим экономить топливо. Каким образом, я расскажу сейчас чуть позже. Но ставить на самую холодную температуру, во-первых, это вредно для вашего здоровья, вы можете просто заболеть. И плюс эксплуатационные свойства для вас, вы будете более правильно его использовать. Теперь коснусь вещей, что касаемо эксплуатации самого кондиционера, или именно ему обслуживания. Следующий момент, что касаемо эксплуатации, ни в коем случае в летний период не ставьте на решетку радиатора, где именно выступает кассета радиатора кондиционера, различные мухобойки, уловители и так далее. Я вас уверяю, что экономический эффект от того, что вы, ну, скажем так, сохраните свой радиатор кондиционера от всякого тополиного пуха, от мух, пчел и так далее, от его загрязнения, и многие, например, ставят, чтобы он, грубо говоря, не выбивался, не осыпались соты, намного меньше, чем вы будете использовать кондиционер, когда он будет обдуваться встречным потоком, и охлаждение будет намного лучше. Поверьте мне, это раз, это ошибка. Не нужно этого ни в коем случае делать, в том же случае, что и люди ставят экраны, как я уже делал видео, перед, например, радиатором интеркулера, что делает только во вред вашему двигателю. Следующий пункт состоит из двух ошибок, да, это что касаемо заправки кондиционера. Когда делается заправка кондиционера? После замены каких-то агрегатов, именно, после какой-то неисправности. Но никак не каждый год. Поэтому, друзья, если кто-то делает заправку кондиционера каждый год, то это большая-большая ошибка. Вы просто зря тратите свои деньги. Система кондиционирования минимум 6-7 лет нормально сохраняет в себе фреон, который там содержится, и работает и охлаждает вполне исправно. Если вы каждый год заправляете кондиционер, а на секундочку, вот у нас в Мурманске самый дешевый сервис по заправке кондиционера берет 3,5 тысячи за заправку. То есть каждый год за 6-7 лет вы потратите порядка 20 с лишним тысяч рублей только на заправку кондиционера. Ну, я считаю, это бесполезная трата денег. Второе. Нужна ли вообще заправка? И когда она используется? И когда вы приезжаете, например, и говорите, мне нужно заправить кондиционер. Зачем вы это делаете? То есть вы, например, что-то меняли. То есть это был радиатор кондиционера, ремонтировали, например, какую-то трубку, либо меняли и так далее. Если вам не сделали это на той же станции, где вы ремонтировали все это, вам говорят, вам как делать? С проверкой герметичности, либо без. Разница, как правило, 2000 рублей. Вроде бы небольшие деньги, да? Но многие думают, что 3000 заправка, плюс 2, уже 5. Как-то жаба душит, да? Нет, давайте без проверки. Я поставил новый радиатор, у меня все нормально. И допускают в этом ошибку. Заплатите лучше лишние 2000. Понятно, что это траты денег, но так вы обезопасите себя от лишних трат и от потери, грубо говоря, приезду еще раз на этот же сервис. Потому что бывает так, что, грубо говоря, сервис где-то ошибся, ну, как бы там деталь может быть бракованная. Разные случаи бывают. И лучше проверить, и чтобы потом не остаться, грубо говоря, с неработающим климат-контролем. Следующий момент касается самой заправки и где это делать. А многие совершают ошибку, заправляясь, ну, там, где дешевле. Это как бы не всегда правильно. Объясню почему. На всех современных автомобилях кондиционер, как таковой, является интеллектуальным устройством. Это не просто компрессор, да, который на охладитель гоняет систему, да, и использует это для охлаждения воздуха. Нет. Есть блок управления, есть различные... На некоторых автомобилях по четыре датчика стоит, которые контролируют давление, нагрев, там, и так далее, и тому подобное. Так вот, что я до вас хочу донести. Современные системы кондиционирования, система кондиционирования, ее контур, да, очень капризно и критично, и чувствительно к качеству и точности заправки современного кондиционера. Если вы обращали внимание, у вас на решетке радиатора, вот здесь вот, как правило, такая вот табличка присутствует у многих, если машина, конечно, не была битая, вот, где указано количество и какого вещества используется в вашей системе кондиционирования, да. И вот соблюдение вот этих пропорций, оно очень важно. Если этого не будет, да, то есть просто залили, слили, да, то будет, как правило, выпадать в ошибку по превышению давления или по обрыву контура датчика давления системы кондиционирования. То есть я вот когда работал, например, приезжают люди, говорят, что заправляли кондиционер, и у них как бы вываливается ошибка, кондиционер отключается при нагреве, они как бы едут туда, где не заправились, и говорят, у вас что-то неисправно с кондиционером, езжайте на сервис. Ну вот они приезжают, мы подсоединяем аппарат, который делает все автоматически, он все это отсасывает, проверяет, сколько нужно слить, сколько нужно залить, проверяет автоматически к системе герметичности, все заправляет систему кондиционирования, все, никаких ошибок, ничего не вываливается, кондиционер не отключается. Да, понятно, что у кого аппаратура и так далее, это может быть стоит дороже, но зато это все точно, и вы точно будете уверены, что ваша система кондиционирования будет работать исправно. А то вы поедете куда-нибудь на юга, ваш любимый Крым, едете, а у вас, блин, в 35-40 градусную дожару все отключилось, открытые окна не помогают, ребенок простудился, и сами вы все изнываете от жары. Очень некомфортно, лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Следующий момент, которого бы хотел коснуться, есть такое, ну скажем так, заблуждение, что можно использовать кондиционер, включая его, то выключая. То есть это, думают люди, экономит топливо и сохраняет, скажем так, мощность автомобиля. Это большое заблуждение и ваша ошибка. Объясню почему. Ребят, современная система кондиционирования, как я уже сказал в начале видео, это интеллектуальное сейчас устройство, которое использует очень много параметров для поддержания экономичности, для сохранения момента вашего двигателя и получения, естественно, наименьшей сопротивлении. О чем это я? То есть, ну понятно, что через шкив замыкается муфта и начинает крутиться вал кондиционера. Естественно, он создает нагрузку на двигатель, но современная система кондиционирования очень большое усилие создается только в момент, когда вы только кондиционер запустили. В основном, в использовании, кондиционер работает постольку-постольку, он как муфта халдок с полного привода, то есть у него момент зацепа постоянный, при включенном состоянии, там максимум 5-10%, в остальном он как бы подкачивает, вот, то есть у него нету постоянной работы, так как происходит на старых автомобилях, когда, если вы включили, и он либо молотит и охлаждает на полную катушку, то есть, либо включен, либо выключен. В современных системах кондиционирования такого нету. Он регулирует, смотрит, чтобы была минимальная нагрузка на двигатель, потому что все это завязано и на коробку, потому что коробка видит, какая нагрузка от кондиционера, например, поддерживает необходимый момент, крутящий на двигателе, по-другому начинает переключать передачи, это что касаемо автоматов, роботов и так далее, то есть, все взаимосвязанного, ничего отдельно нету, то есть, двигатель, коробка передач, кондиционер, это одна связка, которая работает совместно, и, естественно, двигатель тратит меньше крутящего момента, чтобы не было потерь, чтобы было комфортно передвигаться, чтобы меньше был расход топлива, поэтому включать и выключать кондиционер, ну, реально его просто не нужно, он дает максимальную нагрузку на двигатель, только в первые, скажем так, несколько минут момент запуска, когда идет интенсивное охлаждение, вот, поэтому стоит, естественно, как я сказал в начале видео, ставить на максимально возможную температуру кондиционер, чтобы все это происходило плавно, а потом незаметно он будет работать, и у вас даже расход вообще не критично поднимется, максимум там на 5-10%, то же самое, ребят, касается вообще неиспользования кондиционера, который в автомобиле все-таки есть, почему нужно кондиционер все-таки иногда использовать, потому что он элементарно застаивается, а именно, то есть, муфта кондиционера, если ее не использовать, и систему, которая не используется, она, как бы, приходит в негодность, закисают уплотнения различные, начнет пропускать и так далее, поэтому, если у вас какой-то есть, какая-то опция автомобиля, то ее лучше иногда использовать, даже если у вас такой климат, как у меня на севере, когда мы кондиционер используем, дай бог, пару недель в год, но все-таки либо поездки в отпуск, поэтому, если у вас есть система кондиционирования, используйте ее иногда, а вообще рекомендуется, это написано, кстати, в инструкции, что иногда лучше, если это зимой, заезжать на теплую парковку и включать кондиционер для поддержания его работоспособности, чтобы происходила смазка. Ну и последний, друзья, момент касается замены каких-то агрегатов, таких вещей, как, например, радиатор кондиционера. Вещь в оригинале, да, как правило, не дешевая. Вот, поэтому есть много различных заменителей, совсем дешевых, там, китайских, до, как бы, откровенного неоригинала, да, то есть, который не факт, что подойдет или подойдет с большой натяжкой. Так вот, меня многие спрашивают, что купить на замену оригинальному радиатору. Есть много фирм, да, если вы имеете возможность оттянуть этот процесс, постарайтесь посмотреть, какой бренд производит для вашей марки, то те или иные радиаторы кондиционера. И, как правило, они не намного отличаются в стоимости от оригинала. Ну, максимум 10-15%. Поэтому локчилка реально выделки не стоит, потому что сейчас, на данный момент, в современных автомобилях очень много различных комплектаций, очень много различных навесных агрегатов, которые бывают ставятся, бывают не ставятся, и которые завязаны. То есть, наличием того или иного климат-контроля различные есть даже, вроде бы, на одном и том же автомобиле, на разных комплектациях, а стоит разные радиаторы-кондиционеры. Да? Вот. И поэтому, чтобы у вас все точно подошло, вот, лучше покупать оригинал. Лучше купить, если честно, хороший оригинал, БУ, в хорошем состоянии, чем какой-нибудь китайский бренд. Потому что, во-первых, он быстро осыпается, не китайские радиаторы, это раз, хотя и стоят копейки. Бывают очень часто у них проблемы с герметичностью, это два. И самое главное, что при установке очень часто их приходится дорабатывать напильником. Потому что, просто снял и новое поставил, очень редко у них получается вот так вот. Это, кстати, бывает, кстати, и на дорогих брендах, таких как Nissan и так далее. Бывает, вроде и купишь, написано, что полная совместимость с оригиналом ставишь, а у него крепление не подходит. То есть, вот так вот. Поэтому, мое личное мнение, лучше хороший БУ оригинал, чем какой-нибудь дешевый Китай. Ну вот, на сегодня все, друзья. Надеюсь, мои советы по системе кондиционирования помогут вам. Подписывайтесь на канал, заходите в мой Инстаграм, там тоже бывает интересно. С вами был Акер Механик. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok